Салют, бандиты! Майкл Джей на связи. Первый ролик в новом году и сразу же это продолжение карьеры за Спартак. Матч, который я давно уже анонсировал, это Спартак-Ливерпуль. Будет единственный матч в этой серии, зато полный, без нарезок. И давайте знакомиться с нашим составом, который я уже набросал. И посмотрите, это новая схема. На этот матч я выбрал схему с пятью защитниками, три центральных полузащитника и, в принципе, в атаке Эвертон и Эзекиль Фонсе. Потому что Ливерпуль, конечно, суперсерьезный соперник и очень сложно будет против них обороняться. Попробуем это сделать большим количеством, насытим центр обороны. А там как получится, если что, будем перестраиваться. Так что желаю вам приятного просмотра и давайте приступать к этому матчу. Первый матч, 1-8 плей-офф Лиги Чемпионов. Сыграем мы дома на открытии арене. Спартак-Москва принимает Ливерпуль. Английский Ливерпуль, английский Грант. И команды появляются на поле. Конечно же, полные трибуны на открытии, как могло быть иначе. Да и всегда у нас полные трибуны на стадионе. Ну и матч предстоит, конечно, супергорячий. Давно мы не играли в плей-офф Лиги Чемпионов. И я надеюсь, что все получится. Хотя, конечно, изначально шансов у нас немного. Но с такой поддержкой и надеюсь, что с нашей схемой все-таки где-то получится отобороняться против Ливерпуля и потом выбежать в контратаку. Понятно, что изначально шансов у нас поменьше. Но почему нет? Надо выходить, надо выходить с полной уверенностью, что ты можешь обыграть даже такую команду. И мы сегодня попробуем это сделать. Состав Спартака еще раз. Максименко, Айртон, Эльведи, Жигу, Гапонов, Зобнин, Левин, Бакаев, Крал. И в атаке Эвертон и Эзекиль Понсе. Состав Ливерпуля. Гулакси, Робертсон, Ван Дайк, Джо Гомес, Трент, Александр, Арнольд, Наби Кита, Фабини, Жоржинью, Виналдом, Иско, Роберто Фермино и Мо Саллах. Все готово к началу встречи. Самуэль Жигу, Трент, Александр, Арнольд, конечно же, Мохаммед Саллах. Ну и вот Эдуард Левин, который не часто появляется у нас в составе. Но вот сегодня он в основе и это шанс для него. Давайте начинать. С первых минут нужно спокойно завладеть мячом. Не торопиться, почувствовать игру. Ну и говорить я буду не всегда, не так много, потому что если я буду без остановки болтать, мне будет сложно сосредоточиться на этой игре. Здесь нужна полнейшая концентрация, поэтому в любом случае где-то я буду молчать. Но вот сейчас мы в атаке. Японция. Попытка сыграть на Эвертона. До него мяч доходит. Эвертон хорошо против Арнольда. Эвертон. Передача. И Вирджил Ван Дайк. Первый подход наш. Бакаев. Может быть плюнуть. Поворотом Гулакси. Экс-воротарь. Лейпцига. Вот так вот. Алисон сегодня в запасе. Ну и Гулакси, конечно, хороший воротарь, но Алисон как-то выглядит посерьезнее. Неплохая попытка. Зельмхан Бакаев. Первый удар. Искор. Приобретение Ливерпуля. Ну и вот стадио Моне я не увидел в составе. По всей видимости это замена как раз Сенегальцу. Ну и Зобнин тут очень хитро. Не дал быстро разыграть Робертсу на этот аут. Все правильно. Нужно нам максимально тушить игру. Гасить все подходы. И вот первый удар Роберто Фермина. Неплохо. Зобнин. И Понса предлагает себя. Но здесь Джо Гомес. Надо потолкаться здесь Бакаева. Фабиню спокойно забирает мяч в центре поля. И атака. Мосалах. Выбрасываемся. Не получается отобрать. Фермина. Вот здесь уже просто все нападают на Роберто Фермина. И числом мы отбираем здесь мяч. Это хорошо. Алекс Крал. От него много сегодня зависит в центре поля. С учетом того, что Зобнина нету. На него ложится большая ответственность по отборам. По перехватам. Точнее Зобнин-то есть. Но он действует сегодня на краю обороны. Потому что Рассказов не в форме. Поэтому сегодня я принял решение не бросать в бой молодого Маслова. А дать Зобнину конечно же место на поле. За счет опыта. За счет своего мастерства. Он должен нам принести успех. Но конечно это ослабляет наш центр полузащиты. Еще одна попытка от Роберто Фермина. Не очень опасна пока. Левин неплохо. Левина я выбрал вместо Умярова. Поскольку тот конечно может здорово потолкаться. Он физически силен. Но вот сейчас. Ну в любом случае вот он показывает свою силу. Но нужно пораньше избавляться от мяча. Эдуардо. Потому что пока вторая потеря. На ровном месте. И здесь Зобнин хорош. Спокойно. Спокойно. Гапонов сегодня играет. И Зобнин. Зобнин довел мяч до Эзекииля Понса. Который много пока смещается на край. И Бакаев. Бакаев. Очень плотно. Очень плотно. Пока не получается выйти. Здесь мы развернулись. Эвертан. Забивший победный мяч. Зениту. В последней игре. Перед встречей с Ливерпулем. И Айртон. Первая подача. Понса хороший прыжок. Но мяч у Ливерпуля теперь. Фирмина не торопится. Спокойно. Через Робертсона. И заброс от Эндрю. Здесь должен играть Жиго. Молодцом Самуэль. И вновь Зобнин. Пока нормальная игра. Бакаев там кстати ускоряется. Бакаев технично пытался сбросить. А вот здесь Понса. Надо пробить. Надо пробить. Потому что не дали бы уже там дальше продвинуться. Тяжеловато играть против Ван Дайка. Поэтому стоило пробить. Вдруг какая-нибудь шара залетела бы. Длиннющий перевод от Вирджила Ван Дайка. И тренд Александр Арнольд. Кроссы которого мы должны сегодня прерывать. Не давать ему подавать. Потому что эти передачи страшные. Один из лучших исполнителей таких вот плассирующих передач в мировом футболе. И предлагает себя Эвертан. Первый шанс. Эвертан. Один на один против Гулакси. И 1-0. Спартак выходит вперед. Идеальная контратака. Эзекиль Понца находит передачу Эвертана. И тот во втором матче подряд забивает. Теперь уже ворота Ливерпуля. Отличное приобретение бразильца. 33-я минута. Браво, парни. Но вот то, что мы ждали. То, что мы ждали. Найти момент, чтобы убежать. И вот она скорость Эвертана. Второй матч подряд он показывает. Свои сильные качества. И шикарный пас от Эзекиля Понца. Тренд здесь провалился. И Эвертан. Без шансов. Как хладнокровно в самую девятку. Здесь может что угодно думать. Гулаксе как угодно прокручивать этот момент в своей голове. Но здесь, видимо, надо было ему выходить. Понадеялся он, что справится в створе ворот. Но Эвертан был супер хладнокровен. И пробивает вратаря 1-0 Спартак. Эмоциональный момент. Нужно выдохнуть. Нужно успокоиться. Нужно прийти в себя. И нужно не расслабляться. Самое главное. Потому что теперь Ливерпуль будет точно на нас наседать. Уже никаких поблажек нам не будет. И здесь поспокойнее. Поспокойнее Максименко. Но Максименко супер хладнокровен. Уже второй сезон. Защищает наши ворота. И все в порядке у него. И попытка еще раз выйти. Но Бикита. Вроде бы не очень силен в борьбе. Но здесь очень качественно. Против Романа Зобнина отборолся. И тренд. Левин. То, что нужно от него. Просто постоянно навязывать борьбу. И не давать. Не давать. Спокойно разыгрывать мячи. И Бакаев слишком рискованно. Искуа. Удар. Вновь Салах. Мо Салах. 1-1. Сороковая минута. Привозим мяч в свои ворота. И вообще не так много было шансов у Ливерпуля. Хорошо мы оборонялись. Но вот здесь вот ошибка Бакаева и Мохаммед Салах. К сожалению, мы пропускаем дома. Опять-таки не берущийся удар. Теперь уже от игрока Ливерпуля. Вот она ошибка Бакаева. Слишком рискованно. Перехват Фабиньо. Искуа. Удар блокирует Жиго. Фермина. Но на подборе Мо Салаха. И это выстрел, который не взять. К сожалению. Да. И очень-очень обидно. Сами привозим. На самом деле. И мяч пропущенный на домашнем стадионе. Это всегда неприятно. Особенно против такой команды, как Ливерпуль. Ну что ж. 1-1. Двигаемся дальше. Уже, в принципе, блиц и к концу первый тайм. Тренд. Левин. Опять выдвигается. И перевод. На Эндрю Робертсона. Хорошо здесь Крал навязывает борьбу. Перехвата не получается. Ливерпуль. Ливерпуль пытается взвинтить темп на последние минуты первого тайма. Нужно здесь выстоять. Нужно отбиться. Нужно сыграть поспокойнее. Опять ошибка. Но и вот Ливерпуль. Ливерпуль тоже ошибается. И Эвертан. Против Джо Гомеса. 1-1. Хорошо. Эвертан. Эвертан. Ну, кто это помешал? Зачем это делает Эзекель Понца? Не дает своему же, своему же партнеру не дает пройти Эзекель Понца. И 1-1 после первого тайма. Неплохая игра. Могу сказать, что я доволен тем, как Спартак провел первый тайм. Но наша задача все-таки постараться завоевать 3 очка. Ну, точнее, просто оформить победу в этой встрече. Поскольку то, что будет происходить на Энфилде, мне пока непонятно. Но, скорее всего, это будет просто тотальная доминация Ливерпуля. Будем объективно. И нам нужно иметь хоть какое-то преимущество перед ответной встречей. Давайте начинать. Ну, и теперь Ливерпуль с антрополя и Вирджил Ван Дайк. Никуда не торопится голландец. Ну, и Ливерпуль сейчас хочет, хочет. Видно, что взять мяч конкретно под свой контроль. Потому что мы неплохо, в принципе, контролировали Круглого. По крайней мере, по владению. Мы, по-моему, даже выиграли 51 на 49. Ну, то есть, достаточно равно было все по контролю мяча. Чуть побольше создал Ливерпуль. Но это не критично. Это Ливерпуль. Жалко, что все-таки пропустили. И, опять-таки, жалко, что это не было какой-то гениальной комбинацией. От Ливерпуля. И вот еще одна потеря Бакаева. Пока Бакаев не лучший матч проводит. Еще один пас. Бобби Фермина. Салах. Дальше Тренту. И Айртон. Вот Айртон сегодня очень хорош пока против Трента. Не позволяет тому ничего делать. И позволяет тому делать свои опасные передачи в штрафную. Очень техничен. Жини Вейналдом. Пас. Моссалах. Накрыть. Накрыли. И должен Максименко играть. Хорошо. Сразу. Зобниен. Бакаев там набирает скорость. Но, опять-таки, сложно сыграть. Большая плотность. Зобниен. Очень долго. Но сохранил мяч, Рома. Бакаев. И включение. Алекс Крал. Так. Здесь можно потолкаться. Хотя, как потолкаться против Ван Дайка. Это большой вопрос. На коротке действует Ливерпуль. И очередной заброс. Кстати, много забросов. Достаточно на Фермина. Но с ними мы пока справляемся. Это хорошо. Все-таки Роберт Фермина не сам его сильное качество. Это борьба в воздухе. Тем более, у нас там есть кому сыграть. И Ильведе. И Самуэль Жигон. Но вот эти передачи на коротке. Это уже, конечно, опасно. И вот он, Максименко, в игре. Вновь Мосс Аллах. И первая замена. Действительно, Клоп видит, что Трент Александр Арнольд проваливает этот матч. По крайней мере, выглядит неубедительно. И выходит. Выходит Хендерсон на позицию. Правозащитник. Это очень интересно. Джордан Хендерсон. Номинально центральный полузащитник. И у нас шанс. Шанс убежать. Но как же хорош Ван Дайк. Просто сумасшедший. Силы, скорости и мощь защитник. И очень тяжело против него бороться. Бакаев. Понсе. Отдай раньше изыкиль. И в итоге сам нарушает. Ну что ж. Первая замена. Элдор выходит вместо Понсе. К сожалению, не справился он с обороной. Не смог ничего противопоставить Ван Дайку Джо Гомесу. Поэтому время для узбекского снайпера. Робертсан. Крал пытается здесь отобрать. И очень уверен Алекс Крал. Вот Кралу сегодня вопросов нет. Почти все единоборства. Он, по крайней мере, если и не выигрывает, то навязывает качественное сопротивление. Но вот здесь Фермино. Фермино. Достаточно просто микрокасание. Роберто Фермино, чтобы уйти от опеки и опасно приложиться. Давайте еще раз посмотрим повтор. Одним движением просто подрабатывает. И в дальний угол хорошо не попал. Широко открылся Айртон. И получает мяч бразильцы. И вот он, Эвертон. Близится к 70-й минуте этой встречи. Эвертон. Неплохо, но сильновато для Левина. А здесь можно на перехвате играть, что и делает Айртон. Элдор. Элдор. Эх. Тонко задумал. Но, к сожалению, не прошло. Не прошло на Бакаева. Бакаев неплохо включается в этой встрече. Именно находит какие-то моменты для ускорения. Но вот КПД его действий сегодня низкое. Низкое. А вот у Левина пока неплохо все. То, что нужно от него, он делает. Эвертон. Какой пас. Элдор. Шамуродов. Какая плохая обработка. Ужаснейшая обработка. Ну и раньше надо было все здесь делать. Айртон. Продолжается наша атака. Подача. Вот Элдор. И творит. Что творит Гулакси. Два сумасшедших момента для Шамуродова. И два раза переигрывает его вратарь. Подача. Просто расстрел. И какая реакция. Угловой. 75-я минута. Бакаев. Закручивает. Гулакси. Хладнокровно. Уверенно. И какой же момент был у Шамуродова. Нужно было катить, конечно. Просто низом катить. Куда-нибудь в угол. В первом моменте. Слишком я сильно сблизился с вратарем. И пытался на силу там пробить. Была ошибка, конечно же. И еще одна ошибка. Теперь уже у Левина. В передаче. Жиго. И пытается здесь. Пытается. Продраться. Алекс Окслетт Чеммерлейн. Я так понимаю. Заменивший. У нас. Иско. Да. Действительно. Иско ушел. Ну и нам нужна замена. И Зелимхан Бакаев покинет поле. Мы должны что-то здесь придумать. И я придумываю. Квинси Промеса. Квинси Промес. Сыграет здесь на позиции. Атакующего полузащитника. И постарается где-то набрать скорость. Голландец. Проявить свое мастерство. Да. Это не самая оптимальная позиция для него. Но на самом деле. Кто знает карьеру Квинси Промеса. То когда он начинал. Это еще был голландский Гоа Хет Иглс. Вторая лига Голландии. Там он целый сезон играл на позиции. Как раз. Атакующего полузащитника. Было это еще до Твенте. И 10 минут осталось. Тем временем. И тем не менее тоже. Неплохой матч для Спартака. Действительно. 80 минут качественно мы провели. Создали несколько моментов. И счет пока равный. Не лучший для нас. За счет того что Ливерпуль смог забить. Гостевой мяч. Но грех жаловаться на такой результат пока. Потому что еще шанс есть даже выиграть. Хороший пас. Но вновь Ван Дайк. Если рядом с мячом Виржил Ван Дайк. В 99% случаев он его выигрывает. Чемберлейн. Гапонов. Цеплять. Гапонов. Пас. Фермина. 2-1. Ливерпуль. Пропускаем. На 86 минуте. Эх. Опять. Не дотерпели. Не дотерпели. Ливерпуль нашел свой момент. И опять. Опять ошибка в центре поля. Грубая. Грубая ошибка. Надо было здесь конечно. Возможно фалить просто Гапонову. Проходит пас на Фермина. Но и. Тут без шансов. Без шансов. 1-2. Ливерпуль впереди. Ну что ж. Идем в атаку. Нужно постараться сравнять счет. Хотя конечно если пропустим третий. Совсем все закончится. Для нас наверное. Уже в этом противостоянии. Но. Мы должны идти в атаку. Мы должны идти в атаку. Айртан. Подача. Квинси. Штанга. Промес. Прострел. Джо Гомес. Айртан. Вновь промес. Подача. Эвертан. Шамуродов. Эвертан. Что это было? Оффсайт. Жесть. Сумасшедшая атака. Мы заслужили этот мяч. Но. Вмешивается линейный орбитр. И это. Оффсайт у Эвертана. Как мы надавили. Как мы просто. Втоптали. Здесь. Ну был же вроде рикошет. Разве он не считается? Не от головы Шамуродова. По-моему. А от головы Робертса на мяч отлетел. Очень обидно. Ну что. Последняя замена. Вместо Эвертана. Глушенков. Не знаю. Хватит ли ему времени что-то сделать. Жалко. Эвертан был близок к дублю. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но в итоге. Пока счет продолжает. Оставаться 1-2. Алекс Крал. Шамуродов. Разгоняется. Элдор. Ставит спину. Пас. Гомес. Нужно забрать подбор. Есть еще. На одну атаку. На одну атаку буквально. Пас отдай. Айртан. Подача. Угловой. Все. Последний шанс. Вызываем мы Максименко. Максименко идет в штрафную. Какое напряжение. Квинси Промес. Что мы будем делать? Паровозик. Не знаю. Будем делать паровозик. Сейчас будет просто 21 игрок в штрафной. И Квинси Промес. Решающий момент игры. Подача. Удар нужен. Выносится мяч. И Глушенков не забирает подбор. Все на этом. По всей видимости. Сейчас Гапонов добежит до мяча. 1-2. Спартак проигрывает дома. Ливерпулю. Это был хороший матч. Мы достойно себя показали. Но к сожалению. Даже дома мы не сумели. Добиться хоть какого-то положительного результата. И мы уступаем. Уступаем Ливерпулю. 7 ударов. 4 в створ. 9 ударов у Ливерпуля. 5 в створ. Достаточно равная игра. Я доволен. Каждым игроком. Который сегодня принимал участие. Максименко. Жиго. Эльведик. Гапонов. Айртон. Зобнин. Крал. Левин. Бакаев. Эвертон. Понса. Шамуродов. Промес. Ну и даже Глушенков. Чуть-чуть не получилось у нас. Понса. Эвертон. Лучшие игроки этой встречи. Порадовал Айртон. Хорошо вышел Шамуродов. Жалко, что просто не получилось сделать то, что мог. Именно как форвард. А так вышел неплохо. Центр обороны себя показал достойно. Крал. Несмотря на такую оценку, мне кажется, был хорош. Так же, как и Левин. Бакаев не лучший матч. Но старался. Много брал игру на себя. К сожалению, поражение. Посмотрим, что будет в ответной встрече. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Карьеры будут жить. Карьеры будут продолжаться. Впереди много крутых матчей. И много крутых эмоций. Надеюсь, этот матч вам понравился. Я уже тоже заговариваюсь. Потому что это было тяжело и напряжно. И скоро увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok